Здравствуйте, Павел! У вас достаточно большой опыт в работе с гитарным звуком, как диванно, так и профессионально. По крайней мере, для вас не проблема настроить звук как цифровой, так и аналоговый. И даже на большой сцене, если, конечно, в аппарате нет ограничений. Мне известно, что вы любите тракторный сухой звук а-ля Marshall. Также мне известно, что у вас был опыт использования усилителей Engel, которые достаточно сухие и, более того, скомпрессированные. Мой учитель Виктор Смольский уже более 10 лет использует эти усилители Engel. Через него прошла масса усилителей. Marshall'ы, дизели, мессы, как на больших площадках типа Wacken, так и студийно, так и диванно. Куда же без этого. Мне он много рассказывал о звуке, динамике, компрессии, как ведет себя тот или иной звук в разных условиях. В связи с этим у меня к вам вопрос. Если на сцене поставить два усилителя Marshall G7 900 и Engel Powerball, настроить каждый из них по уровню громкости одинаково, какой из усилителей будет прорезать микс сильнее? Понять не имею. Я никогда таким не занимался и не пробовал. Виктор сказал, что Marshall, но не сказал почему. Ухитрец. Мне кажется, что все дело в средних частотах. Расскажите, пожалуйста, о своем опыте и что вы вообще думаете по этому вопросу. По вопросу поставить два усилителя рядом, ты ничего не думаешь. Да и мне, честно говоря, все равно, какой усилитель микс прорезает. Я, когда играю на сцене, для меня самое главное – это мой личный комфорт на сцене. А прорезанием и тем, как это должно слушаться в зале, должен заниматься звукорежиссер. Это его работа, и мы платим за это деньги. Вот пускай он и напрягается. Разумеется, не значит, что я должен полностью проигнорировать его просьбы, советы во время саундчека. Настроить, например, усилитель определенным образом или играть на определенном аппарате. Я, например, несколько раз работал в BOSS. Не помню, какой процессор напольный большой. И он вообще, то есть его не было слышно, он не читался вообще совсем. Как-то его не настраивали. Не знаю почему. А потом я начал использовать AXE FX2, и он начал читаться. И очень хорошо. И вопросов не было. Поэтому, мне кажется, это больше к ним вопросы. А что насчет пейджа? Интересно узнать мнение. Я когда-то писал такие заметки. Назывались они «Кривые и успешные». Кстати, надо скоро продолжить. Там про пейджи есть. Почитай. Доброго времени суток. Классно было бы узнать информацию о ритме. От тайм, полиритмия, полиметрия. Подход к изучению, источники информации, как овладеть и как играть лики в нечетной длительности. Лично для меня никогда не было проблем играть лики в разных длительностях. Вот, например, я разучиваю песню, скажем, Эротомания, небезызвестной группы Dream Theater. Когда я начал мелодии, риффы, там все остальное, для меня никакой проблемы не составляют. Я просто знаю и помню, как это должно звучать. Я ориентируюсь только на это. Когда же я начал считать, какие там размеры, там какие-нибудь 17-16-х, там еще что-то, я подумал, что это чокнуться можно, если все это хранить в голове. Для меня лично проще просто знать, как играется та или иная мелодия, как играется тот или иной рифф. И просто ориентироваться именно на мелодию. А при этом понимать, какой там внутри размер и какие длительности, мне лично вообще по барабану. Вот такой вот подход. Доброго времени суток. Как посоветуете настроить звук для занятий на Yamaha THR? Опять же, у меня были ролики. Был ролик, посвященный настройке звука для занятий. Посмотри его. Я все равно больше, кроме этого, ничего сказать не смогу. Там есть основные принципы. Вот этим принципом я следую или призываю следовать, скажем, своих студентов. Это база. И эти принципы, они легко, в общем-то, применимы. Что к Yamaha, что к Axe, там, Englue какому-нибудь, к чему угодно. Здравствуйте. В технических условиях у вас на сайте написано следующее. 9.10. Вам будет необходимо установить и освоить аудиоредактор типа Sony Soundforge для Windows или Soundstudio для MacOS. И, помимо этого, крайне желательно наличие и умение работать в каком-либо хосте типа Cubase или Logic. Долго думал, как покрасивее задать вопрос, но задам по-тупому. Это наш педот. Если я полнейший новичок, который не умеет работать в этих программах, только разве что записать гитару на чистом звуке, не умеет забивать барабаны и т.д., мне нужно будет самому сначала обучиться этому и после этого записаться к вам на уроки. Или же в процессе ваших уроков я постепенно научусь всему этому. Заранее большое спасибо за ответ. Абд. В связи с возникшим недопониманием в комментах, задам вопрос немного по-другому. Меня интересует, что подразумевается под понятием освоить аудиоредактор типа Soundforge. Это полнейшее доскональное понимание всех функций, что за что отвечает, или понимание на каком-то начальном уровне. Да по большому счету понимание на начальном уровне. Как записать, как посмотреть, как замедлить, ускорить, спидшифтер использовать и все. То есть база. Этому можно учиться за, не знаю, минут за 20. И, соответственно, если человек совсем тупитый, не понимает, не умеет, я всегда помогаю. Там ничего сложного нет. Опять же, от урока это вот столько времени отъедает и все. То есть какие-то супер дебри мы, конечно, как правило, не ударяемся. Можешь ли порекомендовать преподавателей по каким-то другим музыкальным инструментам или вокалу? К сожалению, нет. Не могу, сам не занимался, опыта не имею. Здравствуйте, Павел. Юрий Шильников часто говорит о драйве, яйцах и высекании. Ну, о своих, я надеюсь, яйцах. Он хорошо валит в ударку, достаточно хорошо высекает. Но, лично я вижу, что у вас с яйцами дела обстоят гораздо круче. Вы даже, когда просто сидите с гитарой на диване в халате в ваших диванно-халатных видео, выглядите гораздо профессиональнее Фреда, взяв, например, хотя бы один бенд с рейком или одну ноту с широким вибрато, например, тащим-то. Вы более медленный человек по жизни, более спокойный и расслабленный, в то время, когда Юрий более шустрый и нервный. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Вы специально работали над своей харизмой и техникой, что буквально одним бендом с вибрато, сидя в халате на диване, раскатываете в труху господину Шильникову? Откуда ты знаешь, какой я в жизни? Ты понятия не имеешь, какой я в жизни. И не общаясь со мной достаточно длительное время даже. Поэтому медленный я, расслабленный, резкий или напряженный, ты этого просто не знаешь. И знать не можешь. Да и зачем тебе это? Что касается раскатывать в труху, я не согласен с таким. Я никого вообще не раскатываю в труху. То есть нет человека, который вот я вот сейчас, знаете, я вот сейчас зарублюсь и я раскатаю вот именно его в труху. Я научусь бэнда так делать, что я раскатываю. Мне вообще пофигу совершенно. Потому что есть, например, ребята, которые технически на таком уровне играют. Ну, очевидно, что технически не меня. Возьмем Антона Апарина, как он штрихом играет. Покажи мне хоть одного нашего гитариста, который так штрихом валит, как Антон. Или Серега Головин, Игорь Нелин, там, не знаю. Ну, там просто, ну, такие люди, просто так они играют, что иногда смотришь. А самое интересное, что смотришь, там, не знаю, на какого-нибудь, опять же, на какой-нибудь Головина смотришь, на его страшный абсолютно переменный штрих, то есть там просто абсолютная дичь. Думаешь, ну, как так можно? Ёлы-палы, это же вообще, это просто за гранью. Потом появляется Антон Апарин и играет, и ты понимаешь, это же вообще просто космос. Будь уверен, появится потом другой какой-нибудь, там, Александр Васипов какой-нибудь, я не знаю, и он навалит такого, что подумаешь и скажешь, ну, блин, ну, это уже совсем. Этому предела нет. Ну, то есть есть какие-то где-то, наверное, предела, но так или иначе предела нет. Но они самые главные не нужны. Мне одинаково интересно будет послушать, как Антон Апарин сыграет классику переменным штрихом. Или, не знаю, Сергей Головин сыграет тут что-то свое тоже в какой-нибудь технике. Или там Игорь Нелин навалит что-то совершенно своего адового. Мне одинаково будет интересно их с технической точки зрения посмотреть. Они все очень крутые. Вот и все. И кого при этом раскатывать в труху? Ну, они вот раскатывают в труху кого-нибудь или нет? Вот раскатаю ли я их в труху, например, или они меня? Вот давайте спросим у Антона, например, того же, или опять же у Сергея. Вот он заморачивается тем, что вот он сидит каждый день, у него фотка моя, там, перед монитором, он думает, так, это он забуру его. Сегодня-то я точно его просто, вот самому просто, в бычий кал просто какой-нибудь. Есть такое? Да я думаю, что нет. Вот и у меня нет. У меня совершенно другие задачи, я занимаюсь другими делами. Никого я не раскатываю, не хочу и не буду. Хотелось бы получить совет по бюджетному оборудованию. Не ко мне. Не потому, что я такой крутой мажор, там у меня миллионы. Не без этого. А потому, что я просто не в курсе, я не разбираюсь в марках, в аппарате, я не следую этот вопрос. Не слежу за новым, появлением новых аппаратов. Какой гомбик купить для игры на хайгейн? Около 10к, нет, не могу. Привет, Павел. Как получить динамически и по звуку ровные ноты при апп- и даунстроке? Возможно ли это? Спасибо. Ну, в той или иной мере, да, можно их выровнять. Разумеется, такими ровными, прямо идеально ровными и такими же, скажем, артикулированно ровными, как вот даунстрок, этого, скорее всего, не получится. Я, по крайней мере, таких примеров не видел и не слышал, и это бы автоматически свело бы на нет всю суть даунстрока. Нафиг он тогда нужен, если такой же стабильности и такой же точности можно добиться, играя вниз-вверх. А, как видишь, этого не происходит. Но, как получить? Прежде всего, это условно, можно так это назвать мудрёно, но попробуй подумать над этим. Это геометрически симметричные удары вниз и вверх медиатором. То есть угол, зацепление, траектория, момент движения, да, и всё остальное прочее. Вот если вот это ты как можно одинаково более сделаешь при ударе вниз-вверх, то звук будет тоже одинаковым. Ну, в какой-то мере, опять же. Павел, топ-5 российских барабанщиков на сегодня в любых стилях. Опять же, не знаю. И вообще, даже если бы знал, то и не сказал бы, потому что у меня в голове никаких топов нет. Это вот топ-3 гитариста, топ-10 упражнений и всякое такое. Нет, это глупость. Это просто глупость, самое натуральное. Этих топов нет и быть не может. Вот есть, опять же, там есть такой гитарист у нас джазовый, Евгений Побожий. Я с ним лично не знаком, и даже заочно я с ним не знаком. Пару раз посмотрел, как человек вваливает, и всё стало понятно сразу. Вот есть Евгений Побожий, а вот есть Сергей Головин. Они настолько в разных стилях играют. Вот их на первое место кого поставят? Сергей или, например, Евгения? Вот и я не знаю. По-моему, всех вот их можно ставить на топ-1. Здравствуйте. Сейчас играем музыку. Вы считаете, что добились того, чего хотели именно в музыке? И воспринимаете музыку сейчас так же, как до того, когда начали осваивать азы? Если поменялось что-то, то что? Ну, что касается восприятия музыки именно, вот я слушаю, когда музыку. Да, поменялось. Мне стало интереснее музыку слушать, потому что я стал слышать больше всякого. Я слушаю её глубже, внимательнее. И понимаю, скажем, что там внутри происходит. Через это, конечно, да, интерес. Многие, кстати, считают, что это убивает всё эстетическое удовольствие от прослушивания. Это не так. Потому что можно послушать и испытать эстетическое некое удовольствие на эмоциональном уровне от прослушивания песни. А потом, если эта песня, например, очень круто записана, можно получить удовольствие ещё от того, как она записана и, скажем, получить удовольствие от профессионально сделанной работы. А потом получить ещё раз удовольствие от профессионально сыгранных партий. А потом от профессионального сведения. А потом от профессионального мастеринга. И вот так много-много-много раз. Поэтому лично я могу одну песню заслушивать по несколько сотен раз И мне каждый раз будет интересно Каждый раз Это ключевое А что касается, добился ли я того, чего хотел именно в музыке Ну, если сравнивать с тем периодом, когда мне было 14-15 лет Когда я начинал играть на гитаре И спустя какое-то время мне наши мэтры сказали, что я очень крут Оказывается, и всякое такое Я начал прицеливаться на Беркли И мне даже давали в Беркли и еще в одном музыкальном учебном заведении американском Давали скидку, так называемый, на обучение Причем там какой-то крутой, короче говоря Ну, я не буду говорить, как я это получал Это, в общем-то, не важно И ключевое, что я туда не поехал Потому что уже тогда мне было понятно Что вот эти все мечты, которые были в мои 18 лет Что вот я сейчас добьюсь, пробьюсь и буду миллионером У меня будет там дом на берегу Тихого океана В Калифорнии где-нибудь под Лос-Анджелесом И три Феррари, четыре Ламборджини, Бугатти, Вейрон и всякое такое Эти мечты оказались несбыточными в текущих, увы, реалиях То есть самой по себе гитарой и игрой на гитаре ты этого не добьешься Если писать гениальные песни и собрать мега-новаторскую группу Подписать удачно контракт с продюсером Удачно выпустить несколько альбомов И не сторчаться при этом и не просрать все свои деньги То, может быть, да Но играя на гитаре, нет И мне это стало очевидно уже тогда И, соответственно, я эти затеи бросил Я не скажу, что мне это интересно Мне совсем это не является приоритетом в моей жизни Мне совершенно, в общем-то, все равно Есть у меня там дом в Калифорнии или нет Если бы было, было бы хорошо, конечно То, что нет, я, знаешь, не переживаю по ночам Ни грузу подушку Но того, чего я хотел добиться в 17 лет Или в 18 лет, конечно, не добился Потому что этого добиться И никто этого не добился Из того, кого я видел вокруг себя Не только русских Поэтому нет, не добился Потому что понял, что, скажем так Это были наивные детские мечты Ну и хрен с ними Мне и так интересно очень сильно Как стать фред-гитаристом? Все очень просто Берешь, меняешь эмифамилию Меняешь паспорт, соответственно Меняешь внешность Учишься играть на гитаре Научился играть на гитаре Много-много лет Больше 10 лет Делаешь гитарные видео Участвуешь в форумах Просвещаешь народ Начинаешь преподавать И в конечном итоге Становишься фред-гитаристом Вообще легко Как два пальца об асфальт Хотелось бы услышать от тебя Как можно интересно Обыграть бокс и пентатоники А не просто играть Вверх-вниз Спасибо за внимание Вот такие же видео Про фразировку у меня выходит Посмотри Там как раз об этом Какая у вас гитара На заднем плане? Когда Вот сейчас Ну, то есть Вот здесь стоит У меня GP6 мой стоит Music Man Как настраиваете Гитару В ноль по тюнеру Или потом еще Тонкую подстройку Некоторых струн Да Тонкую подстройку Потом в обязательном порядке То есть Первая струна точная Вторая струна Зажатая на пятом ладу Третья струна Зажатая на девятом ладу Четвертая струна Октава Получается Зажатая на втором ладу Это все Я подстраиваю Под первую струну Потом Флажолет на пятой струне Над седьмым ладом Флажолет на шестой струне Над пятым ладом Все Когда оно без биений с первой струны сочетается, как правило, гитара строит гораздо лучше, чем будучи настроенной по тюнеру. Не знаю, с чем это связано, ты мне и пофигу, в общем-то, с чем это связано. Лучше и лучше. Здравствуйте, Павел. Как так вышло, что вам нравится играть на гитаре? Почему именно этот инструмент? Вышло совершенно случайно. Во-первых, гитара была в доме всегда, электрогитара. А во-вторых, увидел некого чувака по MTV. Это было еще в те времена, когда на MTV крутили музыку. Я, собственно, всю ту музыку, которая изначально мне нравилась и даже впоследствии мне нравилась, я увидел там. За что им большое спасибо. А отдельное спасибо им за то, что они это делать перестали. И скатились в какое-то просто скранное, непонятное подростковое говно. И музыки там больше, увы, нет. Почему? Ну и им видней. Здравствуйте, Павел. Поддерживаете ли вы связь с Александром Вячеславовичем Шоуа? Как вы охарактеризуете время и работу, проведенную в коллективе? Было ли это больше, чем просто работа? Нет, связь я не поддерживаю. Мы последний раз виделись в году, прошу прощения, в 2012 примерно. Не помню. А, у них был прощальный концерт. Я пришел на прощальный концерт к ним, это было прикольно. Потом, как оказалось, он не прощальный, они восстали из пепла, как птица Феникс. Что касается времени и работы, проведенной в коллективе, ну, я тогда был моложе. Я тогда был борзый, очень резкий, конфликтный и очень жесткий тип. Как мне не настучали по башке за такие вещи, я до сих пор, ну, я не удивляюсь, конечно, я знаю как и почему. Но, тем не менее, на тот момент, если по-серьезному, на тот момент эта работа являлась некоторого рода отдушиной для меня. Потому что к тому моменту я уже несколько лет как сидел, преподавал и безвылазно практически. А до этого, которые предложения были, а там были хорошие очень предложения о работе, очень у серьезных исполнителей. Все их прекрасно знают, но я отказывался, потому что, видимо, не набралась вот эта критическая масса, скажем, сидения дома и преподавания гитары. И вот когда она набралась, мне внезапно позвонил Александр и сказал, что через две недели тур, хочешь, вот ты за такие вот деньги будешь у нас работать. Я выучил программу, спустя две недели меня забрала машина из дома в аэропорту, я познакомился с музыкантами, вечером я играл концерт. В общем-то, было прикольно, развлекался, смотрел на города и веси, путешествовал, адски пьянствовал просто. Я это дело умею и иногда даже люблю выпить хорошенечко. И занимались всякими дебоширениями, хулиганствами и прочими непотребствами. Занимались совершенно страшно этим, потому что даже с нами путешествовали некоторые так называемые... Несколько раз мы пересекались так называемыми рокерами, рок-коллективами. И, откровенно говоря, они были в некотором, скажем, цензурно шоке от того, что мы творили вообще везде. Начиная с самолетов и заканчивая гостиницами. Это было очень страшно. Было интересно. В каких-то разрезах, конечно, были серьезные конфликты и пересечения интересов с дирекцией, с администрацией и так далее. И, собственно, почему я со временем и ушел. Сейчас такое невозможно, потому что я старше. Борзеть так и всякое такое я могу гораздо эффективнее. А через это оно не так будет прикольно и так весело, и не так угарно будет вспоминать. А самое главное, что это просто уже неинтересно. Разовый концертик сыграть даже и без денег, в общем-то, это было бы, конечно, прикольно. Надо, кстати, им предложить будет такую хохму. Может быть, знаешь, как бывает, зовут на концерт, там юбилейный какой-нибудь концерт артиста, и там играют все музыканты, которые с ним когда-либо сотрудничали. Но это было бы прикольно, да, один концерт без каких-то взаимных обязательств в плане денег, туров и всякого такого.